Я сейчас, кстати, иду по парку, и сзади меня вот на скамейке, не знаю, видно, не видно, лежит бездомный. И как-то раз я иду по парку, ну они вот тут живут, как бы, наверное, бездомные. Я иду по парку, смотрю, подзарядка у нас на столбах, в парках подзарядки для телефонов, резеток. И лежит резетка, в смысле лежит подзарядка, я еще думала, кто-то забыл, наверное, подзарядку. Потом смотрю, лежит телефон, заряжается, и вокруг никого, ни одной души, только вот лежит бездомный на скамейке. Вот, и я поняла, что даже не тот факт, что у бездомного есть телефон, а тот факт, что бездомный доверяет вот людям, другим, другим бездомным и людям, да, что вот никто его не заберет. Он заряжает телефон и спокойно спит себе на скамеечке, и вокруг ни души, ни души вокруг. Вот так вот люди просто лежат в парках себе. И это, кстати, я сейчас иду возле того столба, где я говорила, что была подзарядка. То есть видно, что... и там вот на скамеечке справа сидят, опять же, вот я не знаю, они все время здесь сидят, мне кажется, они бездомные. Вот, и вот видно, что в парке, вот такой маленький парк, тут ездит у нас поезд. Вот парк, в общем, тут никого нет, он маленький такой парк. Это, кстати, город Винтерпарк, это даунтаун города Винтерпарк. Тут всегда очень чисто, очень красиво, но опять же, тут есть магазины, рестораны, опять же, где сосредоточены, да, какие-то деньги, будем так говорить, туристы, какие-то богатые, которые готовы потратить. Но опять же, здесь есть и вот такие вот бедненькие. Ну, а эти бедненькие, я должна сказать, они какие-то вот как безопасные совсем, вот, не знаю, меня они вообще не пугают, как-то у нас бомжи какие-то очень страшные. А тут они такие все, миленькие, ну, просто от них очень жутко воняет, ужасно воняет, и вот один раз в Тарбаксе какой-то взошел бедняга, просто, наверное, молока выпить хотел, потому что там все бесплатно можно брать. Молоко, там такое все, и это ужас был, от него как от него воняло. А так они, в общем-то, выглядят как обычные люди, ничего особенного.